Отец Алексей, здравствуй! Здравствуй! Рад поговорить с тобой на «ты» снова. Взаимно. Поговорить о том, чем живет современный человек, и узнать, живешь ли этим ты. Сегодняшняя тема – друзья. У тебя есть друзья? Есть. Много? Немало. Это хорошо? Очень хорошо. Почему? Ну, потому что друзья – это хорошо. Это единственное, это взаимопонимание, это поддержка, это возможность какой-то самореализации в этих отношениях. Это здорово. Скажи, дружба – это дар, или это то, над чем стоит работать, и над чем работал? Это и то, и другое однозначно. А с чего начинается? Начинается с какой-то общности, которая вот возникает. Как дар может быть даже. Потому что встречаются два человека, которых Господь такими создал, что они могут быть как-то вместе. А дальше над этим и работать приходится, потому что всяко бывает в жизни. А в жизни в этой можно ли прожить без друзей? Ну, кто-то скажет, что ему тяжеловато, например. Потому что хотелось бы, чтобы был кто-то, кто поможет, кто подставит плечо в нужной ситуации, с кем можно поделиться радостями и так далее. А кто-то, кто по-другому устроен, скажет, что «а мне никто не нужен, я вот сам по себе, и мне хорошо». Все зависит от человека. А сколько у человека может быть друзей? Да по-разному. Термин-то очень широкий. Может быть, много. Может. По-настоящему много. Может. Я почему спрашиваю? Сейчас социальные сети уже являются просто частью нашей жизни. Но я понимаю, что все мои друзья в Фейсбуке – это не мои друзья, это мои знакомые. Чем знакомые друзья отличаются? Приятели? Степенью вовлеченности или, так сказать, участия во внутреннем мире. Очевидно, что с друзьями ты более откровенен, ты можешь… Они тебя лучше понимают, они знают тонкости твоей души, они лучше тебя знают как человека. Они ближе к тебе, скорее всего, даже… Чаще всего физически ближе к тебе. То есть живут как-то так, что вы можете больше общаться. Хотя из этого правила есть исключения. Скажи, а друг познается в беде? В том числе. В том числе это значит и в радости? Конечно. Просто мы чаще всего бежим за помощью в беде и реже бежим делиться радостью. Поэтому вот традиционно вроде как в беде. А у многих в радости. Ты делишься своей радостью с друзьями? Да. Они ее разделяют или завидуют? Разделяют, разделяют. И не бывает такого, что завидуют? Не знаю, не признавался ни один пока. А скажи, друзья могут возникнуть в каком-то зрелом возрасте? Или все-таки это друзья? Да. Ну, вот это просто вот когда два человека, у которых есть некая общность, наконец встречаются. Они могут встретиться в детстве, могут в юности встретиться. Но обычно все-таки в юности. У тебя есть друзья, с которыми… Ну, про которых ты можешь сказать, что они друзья, с которыми ты познакомился, ну, вот в 30, условно говоря, лет. Ты сколько лет? Тебе больше, чем ты? В 33, да. Ну, значит, например, в 30. В 30 не припомню, но львиная доля моих друзей – это мои однокашники по семинарии. Ну, там слишком много общности, просто потому что они однокашники по семинарии, то есть они семинаристы, они православные. Они не просто однокашники по семинарии, а они однокашники семинарии, потому что много общности. То есть первично не то, что они однокашники по семинарии, поэтому мы друзья, а первично то, что есть общность, которая привела к тому, что все стали однокашниками по семинарии, отсюда друзья. Ну, то есть, фактически, ты можешь сказать, твои друзья, они должны были стать твоими друзьями, просто потому что они уже однокашники по семинарии. Нет, ну, однокашников же много, они все разные. Но просто, если говорить об общности взглядов, то по основным самым позициям это все-таки те люди, которые занимаются в церкви служением. У тебя есть друзья, которые не являются семинаристами, не являлись семинаристами? Конечно, да. И учились вместе в ВУЗе, допустим, до семинарии. Кто-то еще повстречался на жизненном пути раньше. И они не являются даже православными? Ну, крещенными чаще всего, как вот большинство людей вокруг нас. Но не воцерковленными. О чем ты с ними разговариваешь? О всем том же, с чем... Это же человек. У него та же самая гамма. Чувств, интересов, эмоций. Когда не особо церковный человек дружит с священником, им есть о чем поговорить. Ну, вот смотри, мы с тобой разговариваем. Тебя в кадре не видно. Кто ты? Я надеюсь. В драных джинсах или нет? Или приличный молодой человек? Ты издеваешься. И так далее, да? И вот мы с тобой разговариваем. Крещеный ты или не крещеный? Ну, на мне не написано, да. Не написано совершенно. Ну, может быть, и пиво стоит, да. И что? Как это меняет нашу беседу? Никак. Скажи, может ли существовать дружба между мужчиной и женщиной? Очень тяжелый случай и тяжелый вопрос. Я на самом деле видел такие примеры, но мне кажется, что это редкие случаи. Как исключение? Скорее, да. Если только не считать, может быть, дружбу между женой и мужем. И такое бывает? Я бы сказал, должно быть. А любовь не включает ли в себя? Вот именно, что включает. А, то есть, любовь может не включать в себя дружбу? Нет, именно, что включает. Включает. Должна включать. Другое, потому что иногда как-то эта дружба не всегда бывает какой-то, может быть, такой вот полноценной. Но это тот случай, когда над этим можно и нужно работать. Чтобы действительно вот это единство мужа и жены были таким, чтобы жена была лучшим другом и понимала тебя насквозь, а ты ее насквозь. Эта тема, это классно. Это тема для отдельного разговора. И у нас он обязательно состоится. Скажи, пожалуйста, ты говорил о том, что друзья все-таки должны быть под боком и с ними следует общаться часто. Как часто ты общаешься с друзьями, вот, ну, вживую? Ну, или хотя бы по телефону не считаешься. Телефон и почта практически каждый день с кем-нибудь как-то вживую. Ну, по роду своей деятельности мы часто пересекаемся по тем или иным вопросам. А так, ну, раз в недельку где-то кого-то как-то видим. Христос, позволь я себе вытащить нашу беседу на непонятную высоту, называет апостолов друзьями. Что это значит быть другом Бога? Сложный вопрос. Наконец-то я задал вопрос, который заставил тебя задуматься. Хорошо бы для этого быть апостолом, чтобы на этот вопрос отвечать. Это все равно какие-то, это не те отношения, которые есть у обыкновенного там, я не знаю, святого даже или православного какого-то человека с Богом священника. Да нет, должны быть именно такие. Каждый должен быть Богу, другом, сыном или дочерью, любимым родным человеком. Бог для каждого должен быть точно таким же. Не просто сводом законов, норм и правил, которые надо выполнять и за невыполнение которых существуют какие-то там наказания, либо наоборот поощрения за удачное выполнение. Это все такой миф про церковь, про то, как она выстраивает эти отношения. Суть именно в том, что для нас Бог это что-то родное, что-то свое. Многие люди даже смотрят и говорят, как они себя ведут в храме. В носу ковыряют, например. В носу ковыряют, по мобильнику разговаривают иногда, еще там чего-то. А как вы себя дома ведете? Ну как вы себя ведете дома? В чем вы одеты? Как вы ходите? Вы же дома. Это же все родное. Ваши родители или ваша семья. Вам не надо соответствовать каким-то нормам и правилам. Вот этот барьер тогда снимается, да? А если мы наоборот воспринимаем Бога как не друга, но некого законоположителя, который дал нормы, которым надо соответствовать и шаг лево, шаг право расстрелу, тогда начинается вот эта вся канитель вокруг устава, там соблюдение, несоблюдение, что можно, что нельзя, расстрел без платка или в шортах, или не расстрел. Да как тебя земля носит или не носит и так далее, и так далее. Надо проще. Друзья спасут мир. Ну, хорошие друзья спасут мир. По крайней мере, тех, кто в нем. Спасибо. Наверное, на этом закончим. В разговорах на «ты» был священник Алексей Котельников со своим дружеским отношением к друзьям. До встречи. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok